Недавно на канале WorldExportBattle вышло видео с данными отжиманиями, зарубами, в которых я, к сожалению, не успел принять участие, так как был занят своими проектами. Вас ждет вторая серия! Субтитры сделал DimaTorzok Результаты, чтобы превзойти своего соперника. Мы вместе с вами скоротаем время, посмотрев вторую часть заочных противостояний в строгих офицерских отжиманиях. Как и в прошлый раз, сперва мы посмотрим данное упражнение в исполнении наших участников, а затем ждем строгого судейского вердикта от Алексея Шредера. Как мы помним, он был крайне принципиален в этом вопросе. И надеюсь, что все из вас уже посмотрели первую серию, в которой поучаствовало 10 атлетов. Борьба между ними развернулась очень интересная. Если же еще не видели, то ссылка будет в описании, или можно будет кликнуть на подсказку в правом углу экрана. Кстати, у меня появилась мысль, что можно, наверное, возобновить формат мини-фильмов о героях нашего проекта. В свое время мы выпускали подобные фильмы об Алексее Шредере, Викторе Блуде, Дмитрие Медведе, а также о Денисе Вовке. Ролик о нем был опубликован в конце 2018 года, и вы сможете посмотреть его, перейдя по подсказке в углу экрана, ну или по ссылке в описании. В общем, в ближайший месяц постараюсь найти возможности время и выпустить на своем канале фильмы, главными героями в которых будут Евгений Лось и Александр Дубинин. Эти видео расскажут об их жизни, пути в спорте, а также об их очень непростых и опасных профессиях. А потому просим не забыть подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. Из Москвы представляющий клуб Ракета, чемпион мира по бодибилдингу, мастер спорта по бодибилдингу, кандидат мастера спорта по русскому живу Юрий Спасакугорский. Здравствуйте, любимые друзья. Я не чемпион по отжиманиям. Выносливость не моя специфика. Мне проще отжаться, например, два раза, но с грузом 120 килограмм на спине. Поэтому, понимая, что не сделаю много отжиманий, я попробую сделать максимально с хорошей техникой, как только у меня получится. Хотя я никогда не отжимался за одну минуту, это мой первый раз. Я постараюсь сделать качественно. А вы напишите в комментариях, получилось у меня или нет. И следующего я приглашаю на площадку Ашота Сарксяна. Друзья, привет. С вами на связи Ашот Сарксян, судья проекта World Export Battle. Но сегодня я участвую в проекте не в качестве судей, а в качестве участника. И зарубаться мы будем в строгих офицерских отжиманиях в челлендже от Алексея Шредера. Это не главный мой конек силовых упражнений, но попробовать хочется. Постараемся сделать максимально строго, так как просит Алексей Шредер. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. Продолжение следует... Ну что, друзья, получилось сделать 44 повторения. По моему мнению, они достаточно хорошие, с правильной техникой. Посмотрим, как их рассудит Алексей Шредер. Уверен, что ребята сделают намного больше. Товарищи, всем привет. На свете Егор Смирнов, он же Ильич и мой друг Фрэнк. Сегодня мы будем с ним выполнять челлендж от спортсменов с канала WorldExport. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Напишите, сколько сделал Фрэнк. Напишите, сколько сделал я. Фрэнк, ты как машина. Боди! Боди! Ну, я знаю, что многие сделали по 60-70 раз. Я сделал, по-моему, около 55-56. Не очень я доволен, но мы только до этого делали прям подход целый. Наверное, это сказалось. Александр Маркет-Лубинец! Друзья, всем привет. Мы ведем прямой репортаж из центра Минска. Фрэнк скажет, что здесь на самом деле центр Минска. А здесь до центрального вокзала. Это прям центр-центр. Где-то 100 метров. Окажись, я здесь. Я бы никогда не поверил. Но вот такие дела. Бывают у нас здесь такие места. В общем, сегодня я планировал заснять ответку на вызов Лёхи Шредера. Отжимания за 60 секунд в строгой технике. С касанием ногами, бедрами и животом пола. Но какой-то день сегодня такой. Везде занят. Там бегаю. Что-то потренироваться придется. Наверное, смогу потренироваться, наверное, только поздним вечером. Поэтому вот сейчас вот выудил свободную минутку. И делаю, наверное, свой максимум отжиманий. Потому что потом вечером будет не очень хорошо по энергии, я так думаю. Вот. Значит, отжиматься, наверное, буду на самом чистом месте, которое я нашел. Вот оно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вроде, дело как надо. Касался только вот под конец здесь, что я выбрал, мне очень не дачно. Здесь уклон в эту сторону. На левую руку было больше нагрузка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, встречайте! Из команды Workout Masters, многократный чемпион Республики Беларусь по стритворкауту, рекордсмен в книге рекордов бизнеса, Евгений Лось! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, всех приветствую и рад видеть вас на своем канале. С вами Дикий Лось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все строгое, локти 90 градусов, тело касается пола, полное выпрямление, как и требуют строгие отжимания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередное соревнование закончено. И слово передается главному суде и по совместительству автору данного вызова Алексею Шредеру. Приветствую подписчиков канала Vortex Sport Battle. С вами зожник Алексей Шредер, а по совместительству судья международной категории. Так уж получается, опять я сужу участников вызова, которые я сам и придумал для канала Vortex. Напомню, что это за вызов. Отжимания офицерские, строгие, за одну минуту времени на максимум повторений. Почему я их назвал офицерские? У нас в армии был один офицер, который требовал отжиматься на зачет именно так. Ну, не значит, что они там все так отжимаются. Нет, я вот так назвал, потому что этот офицер так требовал для тех, кто интересовался. Значит, в прошлый раз победил Дмитрий Кузнецов, там было не помню сколько участников. Сейчас новая подборка тех, кто решил дерзнуть и попробовать. Семь человек, и я сегодня опять должен определить победителя по просьбе администраторов канала Vortex. Первый участник, судья, судья. Ашот Сарксян, 44 повторения. Значит, по технике Ашота никаких вопросов нет. Линия ягодиц, плеч работали синхронно, высоко, полная амплитуда, все четко, 44 повторения засчитаны. Значит, второй участник, Юрий Спасокуковский, 38 повторений. То же самое, как с Ашотом, все четко, никаких вопросов к технике, полная амплитуда, и ягодицы высоко, и плечи высоко, и они в одну линию. Значит, третий и четвертый участник, друзья, они вместе выступали. Ильич с канала FitStars, и его друг темнокожий Фрэнк. Фрэнк выполнил 55 повторений, но не в полной амплитуде, не до конца опускался вниз. Но, тем не менее, спасибо за участие. Ильич, 56 повторений, ну, как бы так, не совсем чисто, но и не совсем грубые ошибки. У него была расклябанность между работой, подъемом и опусканием линии плеч и линии бедер и ягодиц. Ну, такое немножко. Как бы, ну, с учетом того, что участник, наверное, не претендует на победу, можно засчитать все повторения. Я сужу более строго тех, кто претендует на победу. Ну, сами-то не понимаете, почему. Не у всех получается, к сожалению. Не могу, как бы, сразу взять и всех выбросить, у кого там что-то не получилось из претендента. Четвертый участник, Александр Дубинин, 62 отжимания. Ну, тоже, ягодицы держал довольно низко, ягодицы нужно было держать повыше, амплитуда должна была быть в бедрах и ягодичной части более высокой. То есть было несоответствие между подъемом плеч и ягодиц. И получилось не совсем так, как я хотел видеть, не совсем строгие офицерские отжимания. Ну, как бы, более-менее 62 повторения. Опять же, затрудняюсь, сколько засчитывать, нужно посмотреть всех участников. Не все так однозначно. Максим Трухановец. 65 повторений. Есть в помарочке, не все повторения, как бы, по-моему, до конца грудь опускал, до пола. Но, среди тех участников, которых я сегодня обозревал, пока что Максим Трухановец претендует на первое место. Во-первых, 65 повторений, это больше всего. Во-вторых, все-таки техника достаточно чистая, хорошая. Ну, вот, там помарки есть, но достаточно хорошо. У Ашота и у Юрия Спасу-Кукотского техника получилась более четкой, но намного меньше повторений. Поэтому, все-таки, как бы, пока Максим Трухановец лидер. И последний участник на сегодня Евгений Лос. 86 повторений. Очень много повторений. Ну, друзья, здесь есть камень преткновения. К сожалению, у Евгения Лося не получились строгие отжимания. Я видел ролик на его канале на минуту 26, насколько я помню. Он на своем канале показал правильно, как нужно отжиматься с высокой постановкой достаточно ягодиц. Ну, а, собственно, в своей попытке он этого не соблюдал. То есть, по линии плеч, по рукам никаких вопросов нет, по линии груди, но не поднял ягодицы, не поднял ноги. И там была очень короткая амплитуда, только в последних повторах ноги начали подниматься. Так, конечно же, отжиматься намного легче. Вот видите, мне очень сложно судить и определить победителя. С одной стороны, как бы не получилось чисто отжиматься у Евгения Лося, но 86 повторений. А с другой стороны, у Максима Тухановца техника была лучше, ягодицы были значительно выше. Он как бы более цельно, что ли, отжимался всем телом. Но повторений всего лишь 65. И я скажу так, я все-таки, раз сегодня нужно определить победителя, определяю Евгения Лося. Если бы Максим Тухановец сделал хотя бы 75 повторений, вот так, как он сделал, я бы назначил Максима Тухановца победителем. Ну, как бы Евгения Лось, я понимаю, если он переделает, и если он правильно переделает, это уже не будет так, как лось по кукурузе ломаться вперед. То он сделает больше, чем Максим, и поэтому я его назначу сегодня победителем. Однако, если бы у меня спросили за оба выпуска, кого бы я назначил победителем, то я бы, конечно же, не сомневаясь, назначил бы все того же Дмитрия Кузнецова, который выполнил 79 повторений. Поскольку у него были чистые повторения, так, как я хотел видеть, и это максимальное число повторений, которое я увидел в чистой технике. Дмитрий Кузнецов 79. Больше сделали только Денис Саратов и Евгений Лось, но я повторюсь, ягодицы и мои ноги не поднимали высоко, они коротели амплитуду в нижней части туловища, ну, поэтому вот так. Сегодня Евгений Лось, в общем, Дмитрий Кузнецов. У нас есть победитель второго этапа по офицерским отжиманиям, и по традиции он получает приз от партнера сегодняшнего видео компании Великорос. А мы напоминаем, что у них в магазине прямо сейчас действует крутая акция, которая позволяет купить три товара по цене двух, так что смело кликайте по ссылке в описании и закупайтесь качественными вещами. Ну, а мы напоминаем вам, что в следующей серии вы увидите долгожданное противостояние Алексея Шредера и Юрия Спасоку-Котского в челлендже на крест мясника. Также не забудьте, что запущено еще несколько вызовов, по которым мы также планируем выпускать видео. Уже упоминавшимся в более ранних видео вызовах от Александра Мясника и Ксении Голощаповой сегодня добавляются еще два. Первый из них предложил абсолютный чемпион России по бодибилдингу и победитель третьего сезона WorldExport Battle Сергей Тарануха. Я попробую отжимание первой ногами с полной амплитурой. А Максим Трухановец подал идею и для еще одного крутого соревнования. Правда, поучаствовать в нем, скорее всего, смогут далеко не все. Ведь белорусский монстр воркаута выполнил подряд 100 выходов силой на турнике за один подход. На все упражнение ему понадобилось 13 минут и 24 секунды. Ждем добровольцев, готовых повторить или превзойти данное достижение. И пока участники WorldExport Battle меряются силами в заочных дружеских соревнованиях, не забывайте, что и каждый из вас может проверить свои силы в предложенных упражнениях. На любой вызов от наших атлетов вы можете кидать свои ответы в предложенные новости в официальной группе ВКонтакте, где лучшие результаты будут опубликованы. Надеюсь, вам понравилось, как все фитнес-блогеры стараются показать свой максимальный результат в каждом упражнении. Занимайтесь спортом, старайтесь, не лежите на диване. До новых встреч, друзья! Подтягивайтесь в челленджи, тренируйтесь, занимайтесь спортом и подписывайтесь на канал WorldExport Battle. Все, друзья, на этом все. С вами был Фрэнк, с вами был Егор Смирнов, Анжели Ильич. Всем пока! Пробуйте то, что, друзья, выполняйте и пишите ваши результаты в комментариях. Все, всем пока! А вам я всем желаю быть здоровыми и сильными. Все, давайте, ребята, всем всего хорошего, до встречи! Все, друзья, видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Дзики Лось. До новой прокачки. Всем пока! Всем пока! Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова